Здравствуйте! В эфире «Углегорские новости» в студии Ольга Гладкова. И ближайшие 30 минут вы увидите, куда летим, а куда не летим. Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами, а в Шахтерске отменили единственный рейс. Мы очень рады. Ну, может быть, конечно, пассажирам не очень, этим довольны, не могут они улететь, но на автобусах уехать всегда. Когда такое было, странные квитанции пришли жителям Углегорска. Почти обрадовались, что сэкономят на коммуналке. Автостопом по Сахалину. Кто на такое решился и, самое главное, зачем? Автостоп на Сахалине очень хороший, особенно для двух девочек. В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 в России настораживает, но не требует введения ограничений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит о том, что коронавирус не стал злее или опаснее. Число заболевших растет из-за сезонных вирусов. Тем временем, школы Москвы с 19 октября частично перейдут на удаленку. Учиться онлайн будут с 6 по 11 классам. Напомним, в Углегорском районе осенние каникулы перенесли. Ребята отдыхают с 12 по 18 октября. Что будет дальше? Об этом нашему телеканалу рассказали в Управлении образования. На этой неделе прошли родительские собрания во всех школах округа. Результаты на сегодня таковы, что опрошенные родители первых-четвертых классов высказали стопроцентное мнение о том, что они за очное обучение. В пятые и девятые классы 99% родителей поддержку очного обучения, 1% поддержку с использованием дистанционных технологий. В десятые и одиннадцатые классы 97% родителей высказались за очное обучение. Поэтому в целом в округе принято решение, что с 19 октября школьники выходят на обучение в очном формате. Школы, соответственно, контролируют ежедневно ситуацию именно с целью выяснения причин отсутствия и как педагогов, и как обучающихся. По официальным данным, количество заболевших COVID-19 в Сахалинской области достигло отметки 6500 человек. 4500 выписаны. Лечение проходит почти 2000 человек. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщения с Японией, Сербией и Кубой. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. На экране вы видите обновленный список стран, в которые можно улететь. Сейчас это 11 государств. Скоро будет 14. В Сербию из Москвы будут летать два рейса. Столько же на Кубу. Три рейса планируют из Москвы в Токио и один из Владивостока. В этих странах суточный прирост заболевших COVID-19 составил примерно 1%. Но все же, планируя отпуск, стоит ознакомиться с рекомендациями Ростуризма. Авиасообщения в мире, как видно, постепенно приходят в норму. А в Углегорском районе, к сожалению, все наоборот. Куда не улетим, расскажет Алина Голоскок. Но не летят сюда сегодня самолеты. Пока многие жители Углегорского района мечтают об авиасообщении с Хабаровском, компания «Аврора» отменила единственный рейс из Шахтерска до Южно-Сахалинска. Сейчас аэропорт «Шахтерск», он за моей спиной, действует в качестве запасного. В компании «Аврора» отмену рейсов объяснили просто. Авиаперевозки по направлению Южно-Сахалинск-Шахтерск строятся правительством Сахалинской области. Правительство является заказчиком рейса и выполняются в рамках согласованного количества рейсов. По периодам на 2020 год. Возобновление рейсов по маршруту Южно-Сахалинск-Шахтерск возможно после принятия соответствующего решения правительства Сахалинской области. Добраться до областного центра теперь можно только на личном транспорте или автобусе. К отмене рейса у жителей района отношения однозначные – неудобно. Побыстрее, особенно с маленькими детьми, если ехать, то, конечно, намного удобнее. Ну, я думаю, что это плохо. Потому что больные люди, не каждый может вот эти тряски перенести. Ему легче перенести авиапассажирам. И времени ведь сколько много отнимает автобус? Я бы на самолете все равно не летел так, как дорого. На автобусе экономичнее, это мое мнение. Ну, на самолете удобнее, да, там быстрее. Зато в плюсе автоперевозчики. Пока у пассажиров нет альтернативы, у них нет конкурентов. Ну, для меня это, наоборот, хорошо. У нас больше пассажиров появляется. Ну, может быть, конечно, пассажирам не очень, этим довольны. Не могут они улететь, но на автобусах будут уехать всегда. Отдельная история – рейс на материк. Когда-то самолеты до Хабаровска летали несколько раз в день. Полеты вернули в октябре 2016 года, но ненадолго. Самолет пускай сделают до Хабаровска и до Владивостока. У нас столько ребят там учатся. И детки бедные вот приедут через Южный к маме попасть сюда на каникулы. Сел полтора часа и Хабаровский. Или шесть часов, получается, ты на автобусе трясешь, а потом еще на самолете летишь. А так сел на прямой рейс и полетел спокойно. Через Южный неудобно ездить. И долго, и долго там еще самолет ждешь. А раньше, когда в советские времена, сел в Шахтерский и полетел до Хабаровска. Час тридцать и все. По информации телекомпании «Углегорские новости», возобновление рейсов в ближайшее время не планируется. Аэровокзал закрыт. Случайных посетителей встречает только лаконичные объявления. Алина Голоскок, Алексей Пудовкин, «Углегорские новости». Странные квитанции получили жители Углегорска. Счета за сентябрь сильно удивили. Суммы в платежках оказались меньше обычного. Но радоваться рано. Почему, расскажем прямо сейчас. Я удивилась. Почему мало? Я не знаю, почему они сняли. За что? Странные квитанции за коммуналку получили жители многоквартирных домов Углегорска. В строке теплоснабжения прочерк. Люди в недоумении. Почему? А кто-то наоборот радуется. Пенсионерка Тамара Головко заплатила копейки. За сентябрь. 368,77. Я своим глазам не поверила. Думаю, ошиблись, наверное. А что больше? Мне же как раз день рождения 10-го был. Я пошла в магазин, накупила продуктов, но все 3000 и сижу себе, и ем, и пью. Но бесплатный сыр все там же. Передохнув от коммунального платежа в сентябре следующие 8 месяцев отопительного сезона, жители заплатят за горячие радиаторы больше. Это касается тех, у кого в домах нет приборов учета тепла. Жители Углегорска за сентябрь месяц получили квитанции, в которых был отражен перерасчет за теплоснабжение. Население, которое будет переведено на отопительный период, получит квитанции приблизительно на 1000 рублей больше. Летние периоды будут уже без начисления тепла, и плата, соответственно, будет у них меньше. Приказ перейти на новый 8-месячный график оплаты поступил от Государственной жилищной инспекции Сахалинской области. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов. В течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. Такое решение принимает орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Согласно приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, от 20 июня 2013 года, номер 26, нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены на отопительный период, а именно на период 7,75 месяца. Новый расчет за тепло ведется по нескольким параметрам. Главный – площадь помещения. Так что точные суммы в квитанциях узнаем в ноябре. А еще поймем, насколько удобен новый график оплаты. Евгений Мелехов, Снежана Соколова, Углегорские новости. Углегорские студенты могут получить компенсацию расходов по оплате найма жилого помещения. Такая мера поддержки введена впервые. Компенсация предоставляется студентам в возрасте до 23 лет, поступившим в 2020 году в высшие учебные заведения, на очную форму обучения и на бюджетной основе. При этом вуз должен находиться в островной столице. Еще одно важное требование – студент не должен иметь постоянной регистрации в Южно-Сахалинске. В период пандемии у нас была введена новая мера социальной поддержки по оплате найма за жилое помещение. Могут обратиться студенты и их законные представители. По оплате за фактически понесенные расходы эта сумма будет составлять не более 6200 рублей. За назначением компенсации следует обратиться в отделение судзащиты. Необходимые документы – заявление, паспорт, договор найма жилого помещения, документ, подтверждающий расходы и банковские реквизиты. Срок подачи заявления до 25 декабря 2020 года. Известная в России урбекс-туристка Лана Сатор и блогер Мария Михалева приехали на Сахалин. Девушки путешествуют по острову автостопом. Особенно тщательно изучают советское наследие нашей области. А вот почему – расскажет Екатерина Петрова. Нам нужно, чтобы была тень. Найти тень на берегу Татарского пролива сложно, хотя это слово точно не из речевого оборота этих девушек. Лана Сатор и Мария Михалева. Любят лезть куда нельзя и влипать в приключения. А как еще, если путешествуешь автостопом? Для нас это далеко не первая поездка автостопом. Я катаюсь автостопом с 19 лет. Объехала более 20 стран автостопом. И для меня уже в этом нет ничего поразительного. Автостоп на Сахалине очень хороший. Особенно для двух девочек. Подбирают быстро. Единственная проблема, когда заезжаешь куда-то на север или куда-то в отдаленные части острова, там просто мало машин. И ждешь долго, потому что некому подобрать. Маша дома давно не была. Год работала в Китае учителем английского. Пандемию пережила в Таиланде. Вернувшись в Россию, ровно через две недели отправилась на Сахалин. Тут, кстати, сразу стали пугать медведями. Следы видели. Но эта встреча, к счастью, не состоялась. Были другие, более приятные, теплые и безопасные. Сахалин самобытный. Тут, несмотря на то, что это Россия, есть какие-то вещи, которые незнакомы, которые удивляют. Есть какие-то местные слова. Например, кукса – это доширак. Нас водитель спрашивает, вы куда с такими майданами? С чем, чем, чем? А это, казалось, чемодан с рюкзаками. Рюкзак за спиной у Ланы Саттер тоже давно. Семь лет работала в офисе. Регулярно брала отпуск, в какой-то момент даже слишком. Работа с легкостью отпустила в более свободную жизнь. 100 тысяч подписчиков требовали свежего фотоконтента. Приезжая в Новый город, эти две девушки не идут в музей, а смело отправляются на окраину, в заброшенные здания, промзоны и к памятникам советского прошлого. На таких локациях удачные кадры гарантированы. Первое время оно у многих происходит как какой-то экстрим. То есть ты ходишь в поисках каких-то эмоций, ярких ощущений, опасностей, рисков. Но потом с возрастом большинство людей прекращают этим заниматься, потому что им уже не хочется рисков, они уже хотят уютно сидеть дома с детишками, с супругами, с котами. Оно способно перерасти в интерес к истории. Буквально трогаешь историю руками, ты смотришь на нее изнутри, и ты видишь то, что ты сам выбираешь. Теперь Лана Сатер выбирает советскую историю и даже выпустила две фотокниги в Японии и Швеции. Для нее заброшенные здания эстетичны, а советская история монументальна. То, что нам сейчас досталось, это практически все. Практически все, чем мы сейчас пользуемся, это советское наследие. То есть мы живем в советских домах, мы ходим по советским дорогам, мы пользуемся продуктами производства советских предприятий. Огромный пласт истории, недооцененный, зачастую ей недоуделяют внимание, потому что даже в школьной истории какой-то очень долго проходит, не знаю, историю средневековой Европы, какие-то древние века, древний Египет. Но совсем мало проходит собственную историю. Маша лазила по крышам, Лана – по заброшенным зданиям. Теперь они вместе изучают наши острова и удивляются – это Россия, но она другая. Другие путешествия без турагентов – всегда сюрприз. А еще хорошая возможность узнать город и страну не по уровню гостиничного сервиса, а по душевному и человеческому отношению к путешественникам без денег. Екатерина Петрова, Алексей Пудовкин, Углегорские новости. Сотрудники полиции разыскивают Андреева Валерия Николаевича. 63-летний житель Оренбургской области подозревается в совершении жестоких преступлений. Рост 173 см. Лицо овальное, нос прямой, волосы темные и короткие, губы тонкие. Особые приметы. На верхней челюсти слева и справа 4 зуба с желтой коронкой. На нижней челюсти 2 зуба также слева и справа с желтой коронкой. При себе имеет водительское удостоверение. Может проживать по фальшивым документам. Андреев входит в десятку самых опасных преступников страны и объявлен в международный розыск. Если вы располагаете информацией, просьба обращаться в ОМВД России по Углегорскому району по телефонам 74 40 45 и 74 40 44. Прямо сейчас мы прервемся на рекламу. Далее расскажем, как меняется схема выплат больничных и какой будет предстоящая зима. ПОДПИШИСЬ! ОМВД России по Сахалинской области напоминает. Телефонное и интернет-мошенничество набирают обороты. Не совершайте операции по карте по просьбе незнакомых лиц. Не сообщайте номер своей банковской карты и пароли. Не соглашайтесь на предоплату при покупке-продаже товара через интернет-объявление. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, соблюдайте правила безопасного поведения и доведите информацию до близких, в особенности пожилых родственников. Напоминаю, вы смотрите Углегорские новости. Мы продолжаем эфир в студии Ольга Гладкова. Крупные дорожные проекты в Углегорском районе почти завершили. До холодов строители обещают все сдать и навести порядок возле села Никольского. Кто и как ведет дорожные работы, расскажет Алина Голоскок. Возле Никольского оживленно. Люди в оранжевых жилетах ловко управляют техникой. Перекладывают порядка двух километров асфальта. И не только. Ну вот. Начиная от моста и до конца Никольска. Будет здесь лежать тротуар. Его, кстати, на этом отрезке дороги никогда не было. Здесь мы вручную. А здесь на дороге асфальтов клач. Обязательно тротуар укладывается лопатами. А укатывается вот таким каточком маленьким. У нас вручные тротуары, да. Рядом новый мост. Небольшой всего 6 метров. Но очень нужный. И самое главное – необычный. Впервые на Сахалине применили механизм «Кто строит, тот и содержит». Ближайшие три года углегорские дорожники будут обслуживать его за свой счет. Чем лучше мы его сделаем, чтобы меньше потратить на содержание, тем будет лучше. Пока потратиться нужно на зарплаты. Тяжелый, но важный труд дорожников, говорит руководитель, требует достойного вознаграждения. На последнем месяце получили зарплату от 80 до 100 тысяч. Я считаю, что для дорожного рабочего неплохая зарплата. Не обошлось без казусов. Из-за этого ремонт занял больше времени. Мост, который сейчас стоит на этом месте, а рядом был старый еще мост. На подходах закопан. Окончательный лоск на этом отрезке возле Никольского наведут до конца октября. Уже поставили остановки и опоры освещения. Дорожники уверяют – все успеют срок – до 31 числа. Алина Голоскок, Алексей Пудовкин. Углегорские новости. В Углегорском районе выпал первый снег. Но фермеры и аграрии продолжают битву за урожай и кормовые. Этим людям покой только снится. Накануне они отметили свой профессиональный праздник – День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Наш корреспондент побывала в одном из фермерских хозяйств Углегорского района. Под громкое мычание проходят будни фермеров Сергея Журавлева и Федора Архипова. Это хозяйство считается основным кормильцем района – крупным поставщиком мяса и молока. В новом телятнике с аппетитом уплетают свежее сено около ста голов молодняка. Растут хорошо. Они все такие блестящие, справненькие, хорошие. С ними хорошо следят, смотрят, ухаживают. Молодцы ребята. Самым старшим воспитанником телячьего детского сада – 7 месяцев от роду. Младшие появились на свет 4 дня назад. В хозяйстве 200 голов романовской породы овец. В планах всерьез заняться разведением Владимирских скакунов. Сытые фермерские буренки уже выдают району около 2 тонн парного молока в сутки. У тех, кто работает в полях, на фермах, производствах, праздники – случай редкий. В сезон сбора урожая наряжаться некогда, только если в профессиональный праздник. Вкусный хлеб, молоко, мясо. Спасибо вам за вашу работу. Среди награжденных – глава фермерского хозяйства Сергей Журавлев и бригадир-полевод Светлана Иванова. Урожайным, но все-таки нелегким выдался этот сезон. Рабочих рук не хватает. Полеводов у нас не так уж и много. Ну, в моей бригаде вот женщин всего там 5 человек. В основном пенсионерки все. Молодежи нет у нас. Не идут, не хотят, тяжело. Спасибо нашим полеводам – Сироткиной, Валентине Ивановне, Соколовой, Нине Васильевне. Собрав почти весь урожай, полеводы района продолжают трудиться на полную мощь. До заморозков нужно успеть собрать последние тонны капусты и других овощей. В этом сезоне почти 7 тонн. Аграрии и фермеры уверяют – углегорский район накормят сполна. Снежана Соколова, Евгений Мелехов, углегорские новости. Больничные будут выплачивать по-новому. В 2021 году система оплаты поменяется по всей стране. А пока только в пилотных регионах. Сахалинская область входит в этот список. Теперь работодатели перечисляют страховые взносы в Фонд социального страхования России. А уже сам фонд делает перечисление работникам. Это касается пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком и других. Срок зачисления не позднее 10 дней со дня получения документов, необходимых для назначения выплаты. Проблемы по зачетной системе заключались в том, что если работодатель банкрот или у работодателя отсутствуют свободные счета на расчетном счете, то пособия могли задерживаться по данным причинам. Теперь вне зависимости от финансового состояния работодателя, пособия все выплачивают в соцстрах. Вне зависимости от стадии ликвидации, банкрот или арестованные счета, могут быть налоговые инспекции или еще кем-то. Выплата пособия от этого не зависит. Школьники и родители могут получить ответы на свои вопросы. Их точно сейчас немало. Всероссийскую встречу с родителями проведет руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Своё видеообращение отправили и углегорские ученики. Состоится онлайн-диалог 19 октября в 11.00 по Москве в пресс-центре информационного агентства ТАСС. Специалисты ведомства ответят на вопросы проведения ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и, конечно, дистанционного обучения. Спросить можно через официальный сайт ведомства и социальную сеть ВКонтакте. Будем надеяться, обращения наших школьников заметят. Несколько месяцев мы впервые учились дистанционно. Нас к этому не готовили. Нам интересно, как мы будем учиться в этом году. Если этот год у нас будет дистанционным, и если вероятно, что итоговые экзамены мы тоже будем сдавать дистанционно. В десятку лучших педагогов Сахалинской области вошла логопед-дефектолог Шахтерской школы номер 2 Анна Ляхова. В районном этапе конкурса «Учитель года Сахалинской области» Анна заняла первое место. О сложностях работы логопеда узнала наш корреспондент. Я собрала предложение «Улитка ночи в доме». Молодец, еще какой собрал. Здравствуйте, логопед. Так уже 16 лет встречают Анну Ляхову. Трудится сразу в двух школах. Ежедневно 5-6 учеников. У каждого свои задачи. Например, Захар еще два года назад не мог произносить слова, только звуки. Сейчас почти свободно рассказывает детские истории. Мы пишем предложения, говорим по усебнику, слова проговариваем. Ее хорошо занимается, она добрая. Каждый ученик занимается по индивидуальной программе. Упражнения на дикцию, каллиграфические навыки, артикуляционная гимнастика, игры для развития слуха. Современное оборудование помогает справиться с работой еще эффективнее. Анна Рауфовна уверена, любой речевой дефект можно исправить. Главное – прийти вовремя. Что и сделала мама двоих детей Наталья Кускова. Дочь, она растет, появляется комплекс. Есть дефект речи. Ну а сын, он поздно слова разговаривает, в три года. Сейчас ему четыре года. И нам другой логопед сказал, что у нас есть проблемы с речью. То есть произношение звуков, букв. И так, что надо этот дефект исправить, потому что дальше будет сложно. Сложно было в начале карьеры и самой Анне Ляховой. Разочарование и бессилие. С опытом многое переосмыслила. Поняла, что в ее руках жизнь ребенка, его развитие и перспективы. Сложность работы заключается в их принятии, в принятии их диагноза. Во-первых, и в том, что нужно уметь адекватно оценить их способности. И поставить не на то, что они не умеют, а на то, что у них есть сохранное. И строить свою работу, начинать с сохранного. Это у каждого ребенка интенуален, у каждого ребенка свои сохранные способности. Поэтому этому, естественно, уже коррекционные работы. Иногда в глазах родителей отчаяние и безысходность. В глазах Анны – надежда и успех. Педагог верит, нельзя любить и жалеть. Нужно любить и требовать. А еще ежедневно трудиться. Ребенку, педагогу и родителям. Екатерина Петрова, Дарья Кораблева, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Первый снег на Сахалине и похолодание. Уже с 17 октября ожидается понижение суточной температуры. Пока только на несколько градусов. На севере острова, а также в центре, возможен небольшой снег. По официальным прогнозам, похолодания на острова будут приходить постепенно. Но при этом зима будет холоднее, чем в прошлом году. Об этом нам сообщили в Росгидронецентре России. 22 число по прогнозу мы видим, что будет выходить с стороны Хабаровска циклон. Он заденет северную часть Сахалина. Фронты от него будут задевать южную часть Сахалина и среднюю. И вот там, на этих фронтах, уже возможно выпадение снега. Насколько он будет продолжительный, пока непонятно. Но до 22 числа пока стоит тепло. В семье Калинтеевых готовятся к зиме. И не сами утепляются, а стараются согреть пчелиные семьи. Заниматься пчеловодством в условиях короткого сахалинского лета точно дело нелегкое. Пасек в Углегорском районе совсем немного. О сладких и трудных буднях потомственных пчеловодов далее. Сегодня на сигаре. Сидит жало, жало. Все, браво. Потомственный пчеловод Владимир Калинтеев и его внучка Анисия на пасеки ходят без маски. Пчел не боятся. Если укусят, потрут припухшее место и дальше. Я через сетку ничего не вижу, поэтому я хожу без нее. Мама Галина знает, для кого шьют защитные шляпы. Маски носит дочь Анна. Ее пчелы кусали все детство. К папе придешь без маски, без ничего. Да, ну как хочется показаться, что смелая, не боишься ничего. Вот она где-нибудь на глаз сядет, а терпишь, терпишь, чик, зажмурился все, она ужалила. Потом ходишь, опухший глаз. Анна – пчеловод в третьем поколении. В начале 70-х первые пять улев установил ее дед Анатолий Калинтеев. Он некогда работник целлюлозно-бумажного комбината. Там же работала вся семья, а потом вместе на пасеке, которое с годами становилось больше. У меня сейчас 14 семей, 13 семей и дочке 6 семей. Перед холодами Анна каждую пчелиную семью утепляет как следует. Вот видите, утепление. В пасеке отец и дочь собирают за лето минимум 200 килограммов вкусного меда. Запасаются сами и делятся с пчелками. Владимир Калинтеев рад, что семейное дело переходит в надежные женские руки. После меня хоть что-то, а то сам-то я уже как бы устал, как говорится. Хочется завязать, а весна приходит, душа зовет, руки чешутся. Пойдемте чай пить? Попробуйте. Мед в этой семье всему голова. Ни одно чаепитие не обходится без него. Мед с чаем, с тряпню, даже с огурцами. Здесь знают цену бесценному продукту. Сами трудяги, как пчелы. Снежана Соколова, Евгений Мелехов. Углегорские новости. Это были Углегорские новости. Прямо сейчас прогноз погоды. Если вам есть что рассказать и показать, отправляйте сообщения, видео и фото по номеру, который вы видите на экране. От всей команды желаю вам доброго вечера. До встречи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Воскресенье переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью 5 градусов тепла. Ветер усилится до 19 метров в секунду. В понедельник переменная облачность, возможно небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 4 градуса. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Во вторник ожидается ясная погода. Днем плюс 7, ночью плюс 3 градуса. Ветер до 15 метров в секунду. В среду прогнозируется переменная облачность с ветром до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем 11, ночью 5 градусов тепла. В четверг переменная облачность, вероятен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 13, ночью до 10 градусов тепла. В пятницу по прогнозам будет облачно, ожидается дождь. Температура днем 13 градусов тепла, ночью плюс 9. Максимальная скорость ветра 12 метров в секунду.